Некоторые еврейские лидеры в свое время высказались, что Холокост был наказанием для евреев свыше за то, что те отходили от иудаизма. Они это объясняли тем, что начало XX века было пиком ассимиляции евреев, а Германия, где вся трагедия началась, была центром их ассимиляции. Они говорили, что в книгах Торы мы читаем о том, как пророки заявляли людям, что постигшие их беды – это наказание за их грехи, и Холокост с их точки зрения должен рассматриваться также. Любавический Рэбе, услышав это, не только сказал, что был не согласен с этой позицией, но и был сильно обеспокоен тем, что люди могут вообще так говорить. Это правда, что в прошлом пророки приходили к евреям и говорили, что трагедии в их жизни являются божественной карой за конкретные грехи, но на то они и были пророками. Являются ли те, кто делают такие утверждения сегодня, пророками? Кто может взять на себя смелость говорить от имени Бога и утверждать, что знает, что Бог думает? Рэбе говорил, что когда мы видим подобные зверства, нам не нужно искать оправданий, почему они произошли. Мы верим в Бога, который ничем не ограничен и бесконечно умнее нас. У Него наверняка есть причины, почему Он делает то, что Он делает. Но это совсем не значит, что Его деяния должны помещаться в наше сознание. Наоборот, если бы я мог понять все помыслы Всевышнего, то это значило бы, что Он не выше меня. Я признаю, что Бог несравнимо умнее меня, но это не означает, что я должен соглашаться в моем понимании с тем, что Он делает. В Торе мы читаем о том, как наши праотцы спорили с Богом и просили не наказывать людей, даже если те заслужили наказание. Когда Бог сказал Аврааму, что уничтожает Содом, Авраам не сказал, наверняка не заслужили эти беды. Наоборот, Он стал пытаться найти пути спасти город, даже зная, что Он полон грешников. Когда Бог сказал Моисею, что Он уничтожит еврейский народ после греха Золотого Тельца, Моисей не сказал, ну, вообще-то да, они провинились. Ну, пусть получают по заслугам. Сам Бог пытался объяснить Моисею, почему народ Израиля подлежит смерти, а Моисей отказывался принять эти объяснения. Вот это был настоящий еврейский лидер. У него нужно учиться. Так почему же Холокост произошел? Я не знаю. Если я найду объяснение Холокосту, то в моем сознании я скажу себе, что пострадавшие в какой-то мере это заслужили. Я тогда смирюсь с этим величайшим злом. С ним смиряться нельзя. Так почему же Холокост произошел? Я не знаю и отказываюсь даже искать объяснение. Пытаться найти причину произошедшему, значит верить, что логичное объяснение этому воровству может существовать. Я не верю, что оно может быть. Продолжение следует... Продолжение следует...